Всем здравствуйте! 10 апреля будет уже три месяца, как известный фигурист Роман Костомаров находится в реанимации клиники Коммунарка. Спортсмену пришлось пройти очень сложный путь, чтобы на данном этапе лечения добиться подобных результатов. За последние несколько дней состояние Романа Сергеевича значительно улучшилось. Врачи начали разговоры о протезировании, именно поэтому в публичном пространстве активно обсуждается, как теперь фигурист будет выглядеть и сможет ли он с искусственными конечностями приступить к работе. Сам Костомаров уже мечтает поскорее попасть домой. В голосовом сообщении Илье Авербуху он сообщил, что обязательно вернется в ледовую семью, как только его немного подрихтуют. Вот только этот процесс может занять достаточно долгое время. Сейчас спортсмен заново учится глотать и сидеть, так что о коньках говорить еще очень рано. Сегодня врач Андрей Звонков рассказал, что протезы для рук для Романа будут изготавливаться дольше и сложнее, чем для ног, так как в них используются более сложные технологии. Необходимо, чтобы работали минимум три пальца. Они должны реагировать на импульсы и делать то, что желает человек. Для ног этого не требуется, поэтому подобные разработки для замены нижних конечностей отсутствуют. Но главной проблемой Костомарова будет не столько подготовка протезов, сколько их обслуживание. Сами по себе они стоят несколько миллионов рублей, да еще и каждый ремонт и чистка стоит по несколько сотен тысяч. Ну а о возвращении на лед фигуристу мечтать еще рано, так как привыкнуть к протезам совсем непросто. Это может занять месяцы. Но когда он сможет ими управлять, для него станут легко доступны даже вождение машины, работа на компьютере и другие обычные действия людей. Но для всего этого необходимо убедиться, что состояние Романа Сергеевича стабильно, а пока он все еще остается в реанимации на препаратах. Роману нужно полностью выздороветь. А вот когда это произойдет, тогда ему и подберут нужные протезы. Зачем обсуждать возвращение Романа на лед? Как можно об этом вообще думать? Давайте уже здраво оценивать ситуацию. Дай бог, чтобы некроз больше не повторился, заявил врач. Будем надеяться, что совсем скоро спортсмен полностью победит опасный недуг. Рома, держись. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok